Для тех, кто меня не знает, сообщаю, что я Константин Пономарёв. Я фэшн-дизайнер, фэшн-иллюстратор, художник, у меня не закончено искусствоведческое образование, поэтому я не претендую на академические лавры. Канал свой мы называем неакадемическим искусствоведением, потому что здесь я говорю о том, что я очень люблю на самом деле, поэтому в большей степени, наверное, имею право считать себя увлечённым популяризатором того, о чём говорю, а говорим мы здесь о большом, великом, настоящем искусстве. И, как и было заявлено, сегодня мы будем говорить о паблик арт. Я эту тему, точнее, работать над этой темой я начал ещё до активной фазы войны с орками, потом вот был большой перерыв, и вот сегодня я надеюсь, что, наконец, мне удастся закрыть этот гештальт. Единственное, что я сразу всех вас хочу попросить прощения за то, что если вдруг будут какие-то внезапные звуки, какая-то нештатная ситуация, вы можете от меня и маты услышать, и всё что угодно, потому что на самом деле сегодня в Украине нет безопасных мест, а мы находимся, в принципе, в прифронтовом городе. Итак, сегодня у нас паблик арт, то есть вне галерейное искусство. Что это такое? На самом деле, в принципе, до сих пор ведутся дискуссии и споры. Как определить искусство, находящееся в абсолютной доступности, в доступной среде? При этом было бы ошибкой считать, что это искусство вот такое, знаете, простое и общедоступное, нет. Оно, конечно, требует и насмотренности, оно требует абсолютной открытости души, как бы, да, и глаз к тому, что вы пытаетесь увидеть и понять. И начать я хочу вот с этой совершенно удивительной фотографии, причем она сделана в помещении, конечно же, но вот то, что вы видите, вот этот вот кинетический объект, движущийся, он потом оказался вообще под потолком аэропорта Кеннеди, если я не ошибаюсь. Это совершенно волшебный американский скульптор Александр Колдер, мы с вами сегодня еще будем его видеть. И вот он очень любил эту тему, ему нравилось заниматься кинетическим искусством. Что такое кинетическая скульптура, кинетическое искусство, да, искусство, в основании которого находится природа движения, так или иначе. Колдер для этого даже когда-то пользовался моторчиками, там, всякими приспособлениями, а потом он понял, что все проще. Достаточно уравновесить все детали, плоскости, штативы, подвески, чтобы они находились в такой зависимости друг от друга, чтобы малейшее дуновение ветра, да, или вообще как бы потока воздуха приводил все это в движение. Мало того, это движение сопровождалось еще каким-то вечерним звоном. Это, конечно, было все очень красиво. Он использовал фотографию черно-белая, но вот эта вот вся эта конструкция, она цветная. На него произвел незладимое впечатление Пит Мандриан в свое время. Ну, Пит Мандриан произвел впечатление на многих художников и дизайнеров, в том числе на Ива Сен-Лорана, который даже целую коллекцию посвятил творчеству Пит Мандриана. И, кстати, раз уж вспомнили о Мандриане, не могу не сказать, что в принципе я считаю, что сегодня это у нас уже вторая встреча по современному искусству. Мы в прошлом году говорили о Contemporary Art, мы выпустили лекцию под названием «Даллы Средиземноморья», и я считаю, что вот сегодняшняя встреча – это уже вторая часть. Тогда мы говорили в большей степени об искусстве галерейном, то есть которое выставляется в музеях, на вернисажах, в галереях. Сегодня мы говорим об искусстве, которое работает неким посланием художника в естественной городской среде. Все, что мы с вами будем видеть, оно находится по большей части на открытом пространстве, на площадях, на улицах и так далее. Здесь интересно вот что. Дело в том, что вот все эти художники, которые работали над вот этим Contemporary Art в городе, то есть над искусством, созданным для людей как бы, да, ну это не совсем правильное, наверное, определение. Ну, скажем так, публичное искусство, да, то есть искусство, которое находится прямо на публике. То есть публика, она не платит за то, чтобы это все увидеть. То есть ей счастье лицезреть эти шедевры, оно принадлежит в любое время, когда она сама этого захочет. Все художники, которые работали в этом жанре, они, ну как и любые художники, они настаивали прежде всего на неутилитарности того, что они делали. И делают до сих пор. Но что самое интересное, что вот эти вот композиции, они почему-то замечательно вписывались именно в утилитарную среду. То есть в среду зала аэропорта, да, или перед вокзалом, или в среде спального района. И вообще, как бы, для городской среды вот такое вот искусство, неутилитарное, да, в утилитарной, казалось бы, среде оказалось совершенно совершеннейшим прорывом для всего полотна города. Ну, об этом тоже, надеюсь, мы сегодня поговорим. Итак, перед вами Александр Колдер, это 69-й год, это он показывает модель своего такого вот мобиля, он называл мобилем свои кинетические скульптуры в Амстердаме, а вообще, как бы, его работы находят свое место чаще всего на полотне целого города. И тоже, опять же, мы будем сегодня это видеть. Ну, и нельзя не сказать, что, конечно же, паблик-арт, эта штука известна очень давно, ее замечательно, этим пользовались и в Риме, и в Древней Греции, и вообще везде на свете, где только можно было. Но дело в том, что, понимаете так, это всегда, это было немножко, скажем так, авторитарно со стороны тех, кто это искусство как бы располагал на площадях, улицах, городах и так далее, городах. Мы можем вспомнить, мы можем вспомнить Акрополь, Афин, да, где стояла статуя Афины Паллады, из вами, Фидия, мы всех на виду. Ну, чем вам не контемпорари-арт, чем вам не паблик-арт в городской среде? Но, опять же, там это возникло почему? Потому что великий Перикол решил, что это будет красиво, это будет замечательно. Его волей, его харизмой эта вещь там оказалась, плюс они с Фидием были, безусловно, друзьями. То же самое древний Рим, который весь был в статуях ораторов, полководцев, поэтов, писателей, императоров потом, авторитарная воля правителя решала, где, чему и как стоять. Либо авторитарная воля там некоего коллегиального органа, известно, что сенаторы собирались и решали, что вот золотую статую императора Веспасиана они поставят на форум. Приходили к Веспасиану, объявляли ему об этом, он говорил, отцы сенаторы, скажите мне, пожалуйста, а во что вам обойдется вот эта вот золотая моя статуя. Сенаторы говорили, о, Цезарь, ну это не важно, ну что эти мелочи, ну все-таки, вот мне чисто любопытно, то есть сколько будет стоить? Ну, около ста миллионов сестерцев, Цезарь. На что Веспасиан реагировал очень красиво. Он протягивал свою ладонь к сенаторам и говорил, ставьте сюда, это постамент, этого достаточно. То есть были как бы и такие, и такие случаи императора. Но чаще всего, опять же, то есть некая элита решала чему и как и где стоять. И так, в принципе, было довольно долго, пока вдруг однажды вот как бы решение элиты не столкнулось с реакцией общества, которая как бы заговорила во весь голос. И это произошло, в принципе, один из первых случаев, когда это произошло. Это, конечно же, после выставки 1889 года в Париже, большая промышленная выставка, для которой Гюстав Эйфель, совершенно гениальный инженер, вот по эскизам Шарля Леона Стефана Савестра. Кстати, Эйфелеву башню все называют Эйфелевой башней, хотя сам Александр Гюстав Эйфель называл ее 300-метровой башню. Для него это было намного важнее, потому что он понимал, что, алло, мир, я построил сооружение, которое в два раза выше Керамиды Сеопса. Керамиды Сеопса, там, примерно 145 метров, да? А это 300 метров, то есть Эйфель как бы на этом настаивал. Так вот, ну, важно сказать, что вот ее облик этой башни, ее дизайн, всю ее архитектуру придумал именно Шарль Леон Стефан Савестер, совершенно гениальный французский архитектор, как бы это его совершенно потрясающий вкус, подарил нам этот совершенно невероятный воздушный силуэт, при всем при том, что, вы понимаете, какое как бы бесконечное количество тона навесит, учитывая, что это металл. Так вот, она же была построена как бы для вот этой выставки как временное сооружение. Вы понимаете, что такое La Belle Époque, да, прекрасная эпоха, то есть когда все это происходит. Вот умели люди жить, вот это всего лишь навсего временная арта, временный вход на территорию этой выставки. Вот я, собственно говоря, вот лежу здесь на газоне, это я лежу на территории этой выставки, потому что выставка располагалась как раз на Марсовом поле, которое находится за Эйфелевой башней. Огромное пространство, которое сейчас парижане с удовольствием используют под пикники, в хорошую погоду, и вообще, ну, здесь так, душевно очень. Самый, наверное, нетривиальный вид, самый, может быть, даже камерный, потому что площадь Тракадеро, она, конечно, выглядит так, та-да-да-дам, а тут как бы она такая миленькая, торчит себе вот из Марсового поля. Вообще, конечно, самое удивительное зрелище, когда ты подлетаешь к Парижу, а над Парижем небо в облаках, и она из облаков торчит вверх. Это, конечно, фантастика невероятная совершенно. И вот, да, как бы вот эту временную конструкцию построила Эйфель, и ее же потом собирались, в принципе, разобрать. Но потом столкнулись с тем, что разобрать ее еще сложнее, чем собрать, так, собственно говоря, благодаря вот этой экономике, да, когда посчитали, что елки-то, построили там за сумасшедшие деньги, а в два раза больше надо, чтобы ее разобрать, поэтому как бы оставили. И здесь как бы капитализм сыграл свою, безусловно, положительную роль, но как бы благодаря этому мы ее лицезреем. Но ведь с чем столкнулась башня в первые годы своей жизни? С полным неприятием. Абсолютно все. Вот все уважающие себя интеллектуалы, Франции, Парижа, до Западной Европы, они все обращались к французскому правительству с просьбой снести этот кошмар, уродующий облик красивейшего города мира, ну и так далее, и тому подобное. Все, понимаете? Причем так интересно, вот я не помню кто, по-моему, Мапасан, который был один из тех, кто громче всех кричал о том, что ее надо снести. Вот его Эйфель встретил на одной из площадок башни, там же как бы площадок несколько, вот над арками как бы первого яруса, это самая такая низенькая первая площадка, на которую, честно говоря, я на нее так и не поднялся. Я наколдырил себе вина для того, чтобы это сделать, потому что я панически боюсь высоты. Пока подошел к башне, это вино выветрилось, тут я увидел сумасшедшую очередь желающих на нее подняться. Я себе сказала, господи боже мой, чтобы больной вот это стоять здесь, для того, чтобы всего лишь подняться наверх, когда здесь столько всего интересного, я пойду дальше. То есть я нашел себе оправдание. А здесь еще вот есть второй ярус выше, и можно подняться еще на самый-самый верх. То есть это вообще как бы, для меня это запредельно на самом деле. Вот. Так вот, где-то на одном из вот этих вот верхних балконов Эйфель встречает Мопассан и говорит ему, ой, Мопассан, как же так? Мне же так не нравилось. А что же ты тут торчишь? На что Мопассан сказал, знаете, мастер, я здесь потому, что это единственное место в Париже, с которого этот кошмар не видно. Конечно, это было остроумно, это было красиво, но факт остается фактом. И французское правительство, и Эйфель, они столкнулись с неприятием. Они столкнулись с тем, что общество башню не приняло. И, собственно говоря, вот с тех пор, вот со времен этой башни, начинают появляться в практике там неких обсуждений. Обсуждений того, что будет поставлено в городе, на что пойдут денежки налогоплательщиков, и как мы вообще видим эту среду. Городские власти пытаются привлекать, опять-таки, тех же интеллектуалов, чтобы они потом не чирикали у себя в Фейсбуке или где бы то ни было. Привлекают для того, чтобы заранее как бы все это обсудить. Но при этом, понимаете, все равно есть некий расчет на эффект Эйфелевой башни, на то, что со временем уляжется, устаканится, адаптируется, привыкнут. И чаще всего это действительно происходит. Мне кажется, что полотно городов, оно уж если не мирится с чем-то, то оно пытается само себя это стряхнуть, если уж оно как бы не смогло воспрепятствовать появлению того или иного объекта. Ну, что я имею в виду, когда горела крыша Нотр-Дама в Париже, горел шпиль и упал. А ведь шпиль-то Нотр-Дама, это же новодел, то есть это Виолей Ледюк построил в конце, как раз в конце 19-го века. Это шпиль, он примерно ровесник Эйфелевой башни, потому что восстанавливали собор Парижской Богоматери после очень непростого для него 19-го века, скажем прямо. Восстанавливали крышу и как бы Виолей Ледюк возвел шпиль. А вот один мой хороший друг, он сказал, ты знаешь, наверное, ему не зашел шпиль. Я говорю, кому ему? Он говорит, собору. Вот. Поэтому, насколько я знаю, в нынешнем проекте восстановления крыши собора Парижской Богоматери шпиля нету. Ну, это не точно, это, конечно, все надо проверять. Да, так вот, как бы очень часто у элит есть надежда на то, что вот как бы если они поставят что-то там в городской среде, то есть люди рано или поздно к этому привыкнут. Ну, и опять же, как бы с этим сложно не согласиться, потому что все мы с вами, так или иначе, ну, может быть, не все, может быть, нас слушают тех, кто родились как бы и в последние 30-летия, но как бы мы родом из Советского Союза, где в свое время был принят Ленинский план монументальной пропаганды. Да, было и такое. И это была именно пропаганда. И как бы вот это вот пропагандистская, как бы пропагандистский паблик арт, он в Советском Союзе такой бетонный, кошмарный, как бы он существовал всю историю, как бы существования этой страны, но, конечно, он благополучно разрушался к концу, в общем-то, самого Советского Союза. И когда как бы совок рухнул, то к этому времени, как правило, вся эта пропагандистская среда, она тоже была в таком очень ветхом состоянии, тоже такой колосс на длинных ногах. Ну, как бы следующая эпоха довершила ее конец, ну и замечательная, как бы, как мне кажется. Вслед к тому, о чем мы с вами говорили, вот не могу не показать Маурицио Кателана, очень-очень люблю эту вещь. Да, вот как бы 11-метровая вот такая вот рука стоит со средним пальцем, которая показана абсолютно всем. И, представляете, не оскорбляет совершенно, как бы, никак чувства верующих. Потому что, видимо, стоит в такой вот очень ироничной среде, которая готова это все воспринимать. Вообще, вообще, без вот иронии какой-то такой внутренней, очень доброй иронии, знаете, не злого сарказма, именно без иронии, нельзя не относиться к современному искусству. Если в твоем отношении иронии нет, если в отношении есть пафос, то ты, скорее всего, это и не поймешь. Вообще, конечно, лучше всего быть к этому всему нейтральным. Тогда, как бы, оно лучше воспринимается. А вообще, а вообще, да, вот мы уже начали, как бы, немножко говорить на эту тему, что очень здорово, когда паблик арт, когда вот такое вот неутилитарное искусство, которое не пропагандистское, которое ни к чему не призывает, которое просто является, является чем-то совершенно удивительным среди, совершенно утилитарной среды. среды – это очень здорово. Очень здорово, если спальный район, в котором, да, есть магазины, есть спортивные площадки для молодежи, есть танцевальные площадки для людей постарше, есть место для выгула собак, есть парки для детей. Есть, ну, есть все, что нужно, как бы, для современного города. Ну, как здорово, когда там же стоит еще что-то совершенно неутилитарное, какое-то искусство, на которое вот эти вот дети, как бы, обращают внимание, вот, ну, практически из коляски начинают на это все реагировать, потому что, как бы, наверное, очень важно прийти к состоянию взрослого человека с каким-то, хоть с каким-то здравым смыслом. Кто-то хорошо сказал, что здравый смысл, на самом деле, это сумма всех впечатлений, стереотипов и предубеждений, заложенных в человека, внимание, до школы. И это остается с нами навсегда. Да. Поэтому паблик-арт в утилитарной среде – это прекрасно. А когда это вот такой паблик-арт, когда на это все смотрят с улыбкой, а не с осуждением, как это часто бывает, это правильное отношение к паблику, к паблик-арту. Маурицио Каталан, кстати, интересен тем, что это он. На одном виеннале венецианском, когда сказали, Маурицио, а ты что, ничего здесь не повесил? Здесь нет твоей работы? Нет, сказал Каталан. Ну, это неправильно сказали, ему надо хоть что-то. Сейчас, сказал Каталан. Пошел, отмутил у кого-то пустой холст, как бы без ничего. Повесил его на стенку и скотчем к этому холсту прикрепил банан. Обычный желтый банан. Вещь вошла во все антологии по современному искусству и была продана за какие-то там сумасшедшие миллионы мертвых американских президентов. А я вам хочу показать Лоренцо Куина. Да, это тоже паблик-арт. Это Венеция, тоже Венеция. Как вы понимаете, это гранд-канал. И очень часто паблик-арт это послание зрителей. Послание, которое о чем-то говорит. В данном случае, когда речь идет о том, что Венеция захлебывается в водах Адриатического моря, Венеция потихонечку тонет. А сваи, которые поддерживают эти дома, они требуют постоянного ухода и ремонта. Тут еще и пассажирские туристические лайнеры пытаются зайти то в лагуну, то вообще в гранд-канал. То есть на волне всего вот этого появляются вот такие вот вещи, которые призывают поддержать Венецию. Ну и конечно, это выглядит совершенно потрясающе. То есть эти руки, торчащие из канала, поддерживающие один из вот этих вот палацов. А вообще Лоренцо Квинн очень много работает с руками. Он вообще как бы любит человеческую тему и тему рук очень любит. Мне очень нравится вот эта вещь в Лондоне. То есть в какой-то момент рычание вот этих вот мотороллеров, оно достало до такой степени, что городские власти совместно с художником как бы решили поставить вот такую вещь прямо на улицах Лондона. Это как бы послание тем, кто ездит вот на вот такой вот технике. Конечно же, это очень красиво. Конечно же. Конечно же, это стоит денег. И конечно же, художник за это деньги получает. Конечно же, за это платит город. А теперь внимание. Смотрите, в цивилизованных странах ты не построишь ни одного объекта в городе, если ты не заложишь в Сминету 1% на развитие искусства в этом районе. То есть все очень-очень разумно. Тоже Лоренцо Квинн, тоже в Лондоне. Здесь как бы послание о хрупкости, как мне кажется, о хрупкости равновесия, о уникальности равновесия в природе и мироздании. Потому что, смотрите, это вот эти вот камни, а сверху еще вот вообще как бы шар из пазлов, которые тоже, как мы понимаем, штука довольно хрупкая. А сверху еще вот как они держат друг друга. То есть все очень непрочно. Вот как писал Борхес в своем апокрифическом Евангелии, что все, что не строится, строится на песке, но долг человеческий строить так, как если бы камнем был песок. Вот мне кажется, что это об этом, но это не точно. Прелесть современного искусства, мы с вами об этом говорили, она в принципе в том и состоит, что каждый из нас может находить собственные смыслы. А какой смысл в это все вложил художник, это вообще не наше дело. Это его вообще лишь личные фантазии. Потому что, как правило, эти творения, они начинают уже жить своей жизнью. В этом как бы прелесть паблика. Когда вы приходите в Прадо и перед вами висит Лас Менина с Веласкеса, то вы имеете счастье подойти к этой вещи и увидеть то, что художник соизволил показать. И между ним, картиной и вами все равно есть преграда. Потому что есть вы, есть картина, есть он, есть его смыслы. И очень важно, как бы, а поняли ли вы, что он хотел? Ну и так далее. Современное искусство и искусство паблик-арта, оно абсолютно инклюзивно. Оно заставляет зрителя входить в это пространство, становиться частью этого пространства, становиться частью этого искусства. И зритель, как и автор, имеет право на совершенно четко собственную интерпретацию. Ну, этим вообще прекрасно, как мне кажется, современное искусство. Ну и вот иллюстрация того, о чем я вам говорю. Как бы вот такая вот статуэточка в Ванкувере, она довольно большая. Вообще, как бы, паблик-арт тяготеет к большим формам, потому что желательно, чтобы это было видно издалека. Но вот вам, пожалуйста, искусство, как бы, оно не то, что приглядывается к человеку, оно вглядывается в человека, оно пытается своим взглядом привлечь человека. И вся гениальность, как бы, этой фотографии, да, что здесь, вот в данном случае, неизвестно, кто кого рассматривает. Потому что человек вообще идет, не отвлекаясь от своего телефона, а красная статуэтка даже своим цветом кричит. Человек, алло, остановись, выдохни, посмотри на меня. В этом, конечно, есть уникальный дзем паблик-арта. Он пытается остановить, он пытается зрителя вернуть в некое мгновение длительности, когда человек уходит от вечной работы, ну, даже нет, не работы, вечного бега своих бесцельных мыслей, вечного бега в потоке информации в смартфоне. То есть это попытка остановиться, ровно подышать, то есть своего рода медитация. И мы возвращаемся к Александру Колдеру. Это Сиэтл, это его скульптура 1971 года. Мы сейчас еще несколько, как бы, увидим, еще парочку произошла. Совершенно удивительная вещь. В Америке в 60-е годы заметили, что те, у кого есть деньги, стараются уехать из города и жить в предместьях, поближе к природе, в своих домах, на своих участках, где проходят пикники. Городская инфраструктура оказалась никому не нужной. Бары, рестораны, музеи, театры, кинотеатры, ну, как бы, люди раз в неделю туда выбираются, но это все. В Штатах, среди муниципалитетов, в принципе, как бы, даже на федеральном правительственном уровне была принята целая программа, которая призывала художников сделать пространство городов интересными, привлекательными, удивительными. Пусть удивление будет даже дискуссионным и спорным, не вопрос, пожалуйста. Самое главное – вернуть людей в город. Я Александр Колдор один из тех, кто, в принципе, чудесно справлялся с этой программой. Ну, вот представьте, это сейчас, как бы, на сегодняшний день уже этого добровала стоить по всему миру. А тогда это было в диковинку, как бы, и весь Сиэтл ехал посмотреть, а что же там за чудище там металлическое стоит. И даже не важно, как это называется, не имеет значения, что здесь увидел Колдор. Он увидел лошадку, спрута, осьминога или какое-то вообще мифическое существо там какого-то уникального мифологического бестиария. Не важно. Самое главное, что вот что-то стоит, надо туда поехать. И действительно, как бы, эта программа, она имела успех, потому что вокруг стали открываться кафешки, ресторанчики, а еще появляется фотоаппарат. И люди с удовольствием фотографируются на фоне всего вот этого. И вот ты был в Сиэтле, да? А что у тебя есть из Сиэтла интересного? А вот, что у меня есть. Я сфотографировался на фоне Колдоровского, как бы, произведения. Вот эта вещь, которую я вам показываю, она называется «Не хватает одного диска». То есть вот, ну не хватает одного диска, где еще один диск? То есть люди ходили вокруг этого объекта в поисках еще одного диска. И что самое интересное, знаете, кто первый реагирует на такие вещи? Реагируют дети. Они говорят, да вот же диск. Просто его вырезали, ну и, видимо, куда-то унесли. Но он точно был. То есть он, ну так или иначе, он есть, он просто не здесь. Вот и все. И своего рода развлечение. Это вот такая интерактивная играет. Интерактив возникает в Штатах вот в середине двадцатого века. Мало того, никто не имеет ничего против там всяких тенитолкаев, всяких интересных там каких-то необычных, необычных сплетений животных в едином монументе, как вот здесь. Вот, да, это Тарачиза. Он слепил, как бы, банан с овцой. Или с барашком. Я уже не помню, честно говоря. Но, как бы, это барашек, вот переходящий в банан. И, ну, как бы, да, в Ливерпуле эта вещь становится, как бы, культовой. К ней едут, к ней приходят. То же самое, ну, как и везде, как бы. Все вот эти вот объекты вокруг, они разрастаются инфраструктурой, связанной с работой и жизнью города. То есть кафешки, ресторанчики, галереи, библиотеки, кинотеатры, какие-то летние площадки. То есть города начинают оживать. Эта тема так или иначе решается. А искусство, как бы, оно, оно как вода. То есть дайте место, и мы будем пытаться заполнять с собой эти пространства. И вот Том Атернес, он вообще идет в Нью-Йоркскую подземку в метро. И в метро он населяет вот такими вот маленькими статуэточками. Вот как богатый джентльмен, который маленькому человечеку дает денежки. Вот огромные денежки, которые тут лежат, и которые пытаются привалить с собой эти маленькие существа. Или вот прообраз своего рода ждуна, который тоже сидит на скамеечке. Это тот же автор, тоже ждет электрическую метро. Причем этот ждун, на самом деле, это вот такой вот капиталист, самый настоящий. Вот он в цилиндре с мешком, с деньгами у него здесь вот на коленях. При этом он сидит с обычными людьми, которые тоже ждут метро. То есть олигархи с нами как бы, да? В городе появляется и фигуративное искусство, естественно. Ну, как бы это всегда красиво, это всегда интересно. И есть скульпторы, которые работают в фигуративной технике. И здесь то, что мы с вами видим, это вещь, которая называется свобода. Это Зенос Фрудакис, это очень известная вещь, это Филадельфия, где показаны вот как бы этапы возникновения этой свободы, когда вот из стены проявляется вот эта вот сущность, которая в конце концов вырывается из плена, в котором пребывала. И это очень, конечно, красиво. Ну и нельзя не вспомнить гениального Бристольского. Бэнкси, да, это немножко как бы другая тема. Это не граффити все-таки. Мне кажется, что Бэнкси сложнее, чем граффити. И немножко как бы это, немножко другой жанр. И в его искусстве есть другие послания. Но как бы на сегодняшний день Бристоль без Бэнкси уже не Бристоль. Желая того или не желая, но этот художник превратил обычный, скажем так, ну пусть большой, но все-таки провинциальный английский город, вот в целый музей под открытым небом, где очень много его работ на стенах. Причем там некоторые галеристы пытались, были случаи, они пытались срезать его работы, увозить прямо куски стен к себе в галерее. Ну, брестольские власти чудесно с этим боролись. Ну, а сам Бэнкси, он как бы вообще не считал, что это что-то уникальное. То есть я могу с трафаретом прийти и сделать еще раз. Поэтому на здоровье забирайте. Лоуренс Арджент сделал вот такую вот вещь. Я вижу, что вы имеете в виду, это называется. Этот медвежонок находится в Колорадо, и вот он вот такой вот огромный, он заглядывает в здание. Ну, это прекрасно, это интересно, это необычно, и еще к тому же он вот такого вот очень яркого цвета. Совершенно гениальный Джефф Кунс, один из тех скульпторов, о которых мы говорили, когда говорили о современном искусстве в прошлый раз о контемпораре арт, он в Бильбао перед музеем Вигенхайма, он создал вот такого вот щенка. Щенок этот интересен тем, что вот на нем, прямо на нем выращивают цветы каждый год. Это какие-то другие цветы, это другая цветовая дама. Это все очень ярко, это все очень необычно. Он находится в состоянии цветения практически все время, потому что, ну, это Испания, как бы это теплый климат, теплые края. Там в этом смысле всегда хорошо. Щенок всегда очень активно реагирует на злободневные темы, на актуальные события. И вот щенок в маске, когда возникла тема ковида, когда всех заставили ходить в масках, то вот на щенке были выращены такие цветочки, благодаря которым как бы появлялся вот силуэт такой вот масочки, которая надета ему на мордашку. Вообще же, конечно, Соединенные Штаты и прежде всего Чикаго. Это одна из столиц паблик-артов в мире. Вот в Чикаго поставили вот такую вот Мэрилин Монро. Ну, кто-то скажет пошлятина, а я скажу, что это все-таки, ну, как бы дань времени. Да, это послание, послание будущим векам про кадр из фильма. Причем, ну, фильм, который, на мой взгляд, как бы для истории кинематографа, как бы, ну, не имеет какого-то там грандиозного совершенно значения. Но именно вот этот кадр, вот этот момент, когда она в этом легком платье оказалась над вентиляционной шахтой метро, и там проходит поезд, и вдруг поднимается ее платье. Да, это, безусловно, один из маркеров 20 века, и он запечатлен именно здесь. Кто-то скажет пошлятина и будет иметь на это полное право. Но эта пошлятина, на самом деле, в городской среде решает свой функционал, тем не менее. То есть, вообще считается хорошей приметой невесте сфотографироваться с подружками под юбкой у Мэрили. То есть, вот они после свадьбы все едут сюда, и это такое место, где делаются обязательно свадебные фотографии. Ну, опять же, для людей с не очень бурной фантазией, да, может быть, как бы это и хорошая акция, вот сфотографироваться под этой юбкой. Но могут же быть, могут же быть разные совершенно события в жизни. И я вот хочу вам показать вот это, вот это, который на самом деле, наверное, о том, что вы посмотрите, какая же она все-таки полезная. Вот в городе идет дождь. Дождь очень сильный. И люди имеют возможность спрятаться под юбкой у Мэрилин Монро от этого дождя. И это, конечно же, прекрасно, когда искусство еще ко всему прочему решает и вот такие вот вопросы тоже. Продолжая тему фигуративного искусства и, может быть, даже заканчивая с ним, да, я хочу вам показать вот эту скульптуру из Стройсдорфа в Германии. Причем, я могу ошибаться, но, по-моему, это Бавария. Вот такой вот дядечка. И это тоже послание. Но это послание, оно прежде всего о том, что, вот посмотрите, у него атлетическое телосложение. Перед нами явно спортсмен. Ну, как мне кажется. Единственное, что этого спортсмена испортило, это, по всей видимости, какие-то излишества с пивом. И отсюда появляются вот эти вот изменения в его телосложении. Но стоит нам мысленно как бы убрать вот второй подбородок, выровнять чуть-чуть голову и убрать вот этот вот пивной животик, и становится понятно, что человек-то был прекрасен. Вот. Поэтому как бы с пивом все-таки надо быть осторожным. Поэтому да, конечно же, это послание. Но прежде всего, прежде всего, мне так кажется, задача паблик-арта и всего этого искусства – это работа с пространством, работа со средой города и вообще с полотном города, где человек является частью самого этого арт-явления. Поэтому появляются вот такие вот вещи. Это Хосе Луис Торрес, который вот так вот декорировал угол дома. То есть весь яркий, сочный пластик, который он смог найти. Вот который ему зашел, он вот так вот повесил на углу дома. И естественно, естественно, что вокруг сразу ожило все. Вокруг появляются как бы и места для фотографий, а стало быть, открываются летние площадки, появляются какие-то заведения, потому что этот угол сразу становится очень важным в городской среде. В Португалии, в Португалии, в Агедо, в городе Агедо, вот в свое время, когда-то очень давно, вот целую улицу закрыли вот так вот зонтиками, потому что, ну, понятно, что там очень жарко, особенно летом. И в данном случае, как бы, естественно, как бы эта улица, она тут же стала культовой. То есть все туристы, они едут и идут прежде всего туда. То есть вот эта идея, как бы, зонтиками разноцветными закрыть улицу, а в солнечный день, вы же понимаете, как это работает. Это работает как витражное окно кафедрального собора, которое просто торчит даже не вбок на стене, да, а оно торчит прямо в небо, как бы. И солнце, лучи солнца на него действуют как бы непосредственно. Возникают совершенно необыкновенные тени на земле. То есть это идеальное место для каких-то интересных снимков. Вот это уже работа с городской средой. Это уже работа художника с пространством. Класс Ольденбург работает с Миланом, где на одном из вокзалов. Это не Чентрали, это другой вокзал. Он втыкает вот такую вот иглу с разноцветной нитью, причем эта игла, как бы, она уже как бы прошла с землю, вышла и была воткнута в землю еще раз. Гигантская совершенно вещь, яркая, красивая, необычная. В свое время, когда она появилась, это было очень нестандартно, очень необычно. Хотя, если честно, лично я к этой работе Ольденбурга отношусь довольно спокойно. Мне гораздо ближе вот эта его вещь, этот лук Купидона, который находится в Сан-Франциско, потому что, ну, во-первых, да, он гигантский, он гигантский. Но здесь, ко всему прочему, он еще находится как бы в партнерстве вот с этим мостом, с его опорами и вот с этими канатами, которые удерживают этот мост. То есть они работают в привязке друг к другу. И тоже как бы это очень красиво. И, конечно же, здесь вокруг сделано огромное количество фотографий. Его же работа, вот эта вот вишенка на ложке. Здесь важно что? Я просто хочу обратить на это ваше внимание. Работая над такими вот вещами, над такими объектами, художники, как правило, понимают, что люди будут на них смотреть и весной, и осенью, и летом, и зимой. Поэтому очень важно, чтобы все эти объекты, они все-таки не теряли своего смысла и своей зрелищности в другие сезонные времена года, а не только там в солнечный день. В этом смысле очень хороша Мерилин Монро, которую мы с вами видели под дождем. А здесь еще к тому же, вот когда все вот это место засыпано снегом, то есть ощущение, что вот эта вот вишенка, она на самом деле торчит из мороженого, которое зачерпнула эта ложечка. И это, конечно же, очень красиво. И в этом смысле абсолютно все то, что пытаются некие городские власть выдать за паблик-арт, но то, что на зиму надо обязательно чем-то укрыть, как-то закрыть от мороза, солнца и всего остального. Вот когда это происходит, когда нужно закрыть это от людей, как бы от пространства, то это, наверное, ну, как мне кажется, к паблик-арту не имеет никакого отношения. А я хочу перейти к одному из своих любимцев. Это совершенно гениальный Аниш Капур. Это его облачные врата в Чикаго. Это 2006 год. Мы уже говорили, да, что Чикаго одна из столиц паблик-арт. Вот такую гигантскую зеркальную конструкцию, ну, это, по-моему, это сталь, если я не ошибаюсь, в 2006 году поставил в Чикаго Аниш Капур. Причем чикагцы сразу прозвали эти ворота Боба. Ну, как бы фасолина, да. Но здесь вот с этой вещью происходит как раз именно то, о чем я пытался вам говорить, что здесь как бы абсолютно инклюзивен зритель. То есть зритель находится в непосредственном контакте с объектом. То есть в объекте отражается все пространство вокруг, включая самого зрителя. То есть ты подходишь к этой вещи, и ты видишь собственное отражение. То есть ты как бы в нем присутствуешь. В этом смысле совершенно гениален Капур, который придумал такую вещь. Он вообще любитель играться, работать с пространством. Вот его же пейзаж пустоты. Это пигмент и бетон. В парке он построил бетонную такую комнату, в которую надо было зайти. Здесь было такое освещение, монохромный цвет. И вот этот вот колодец вниз выкрашенный. Но вот в такой цвет, что у всех, кто туда смотрел, было ощущение зияющей бездны, бесконечной, которая продолжается вот туда. И люди реально пытались протянуть туда руку, понять, в чем фокус. Может быть, там где-то все-таки есть пол. Но нет, они как бы его не достигали. Он был чуть-чуть ниже. А Капур пошел еще дальше. Он придумал вот такую вот штуку, которая называется слив. Которая сейчас, могу ошибаться, но по-моему, по-моему, это находится в Бруклине. Нет, точно не ошибаюсь. Это в Бруклине сейчас находится. А вообще он ее показал на нескольких больших салонах современного искусства. Конечно, всем это произвело изводимое впечатление. Этот слив, ну как, это я сливом называю. На самом деле его название – это нисхождение. И одно из самых невероятных нисхождений, которые устроил Аниш Капура, вы поняли, да? Здесь закручивается вот вода, она закручивается вот в такую вот воронку, которая вот там, в середине, устремляется куда-то вниз. То есть, когда ты долго на это смотришь, это завораживающее зрелище. А Аниш Капур сделал вот еще что. Он эту воронку организовал практически в самом центре сены. То есть, вот то, что мы с вами видим, это вот стрелка острова Сите, там Пон-Нёх, так называемый Новый мост, в самом центре Парижа. Он вот эту вот штуковину, да, вот этот водоворот каким-то образом инсталлировал прямо в сену. И вот там происходил этот водоворот. Зрелище, конечно, совершенно невероятное. Но если Аниш Капур действует как бы природными стихиями, создавая вполне себе материальную иллюзию, то иллюзии, тем не менее, можно создавать немцы. И вот эта улица в Монреале – это, конечно, что-то совершенно фантастическое. То есть, как вы понимаете, это раскрашенная улица. Но это сделано так, что при определенном взгляде как бы на это место, вот ты получаешь вот такие вот, ну, то ли тканевые барханы, ну да, скорее всего, ткань. Да, плюс еще вот эти вот тяжелые металлические шары, причем они кажутся особенно тяжелыми, которые как бы, ну, такое ощущение, что они держат эту ткань, они не дают ей улететь. То есть, это абсолютнейшая иллюзия, которая просто нарисована на абсолютно ровной поверхности. Но когда это сделали, то это выглядит вот так. И да, конечно, вы же понимаете, что здесь все. И вокруг этой улицы находится абсолютно все, потому что всем интересно, все сюда хотят, все хотят это увидеть. И вот она же, эта улица, она уже с велосипедистом. И вот, кстати, тень от него, вот посмотрите, вот видно, по тени видно, что тень на абсолютно ровной поверхности, а все остальное это просто иллюзия. Вот это очень красивая вещь. Она называется «И сколько же дождей должно выпасть, прежде чем эти пятна крови будут смыты?» При первом взгляде такое ощущение, что это именно пятна крови, как будто здесь что-то взорвалось. Такое впечатление, что здесь погибло очень много народу. Потом ты начинаешь к этому всему присматриваться, и ты понимаешь, что это хоризонтемы, написанные красной краской. То есть, ну, вот такое вот очень сложное послание, которое как бы говорит нам о том, что каждый из нас не что-то одно, что одного там быстрого взгляда недостаточно. Надо внимательно посмотреть второй раз, да, как Бернард Шоу говорил, да, если, когда его спросили, есть ли средства от любви с первого взгляда? Он сказал, да, внимательно посмотреть второй раз. Вот, то есть все на свете любит насмотренность. Все на свете привлекает внимание и достойно того, чтобы рассмотреть и углубиться в суть того или иного явления. Но обычной украшалочке в паблик-арте, безусловно, тоже есть место. И в этом смысле метро Ханчжоу в Китае, ну, это, наверное, просто, ну, как бы вот эталонная совершенно вещь. Хотя при этом это не какие-нибудь там петухи или райские птицы, там, или райские рыбки, а это подсолнухи. Ну, посмотрите, как же это красиво сделано. Это сделано совершенно необыкновенно, и эти подсолнухи, они в разных, в разных вариантах и цветовых гаммах находят для себя место именно в метро Ханчжоу. Там же, там же, вот такие вот барельефы. То есть люди, люди, которые как бы едут в метро, причем вот висят эти вот поручни висячие, за которые реально нужно подержаться, там взяться. То есть где-то люди выполнены как фреска, как рисунок на стене, где-то это рельеф, вот как здесь. Ну, это, конечно, необычно, это интересно. Всякая, всякая станция метро вот с такими объектами, она сразу становится интересной. Хотя, как показал опыт наших дней, нет ничего более важного, чем количество розеток необходимое на станциях метро, вода и все то, что необходимо человеку для жизни. А потом уже вся вот эта украшалочка. Но как же без украшалочки в городе? Вот Роберт Индиана еще в 60-е годы в Нью-Йорке поставил вот эту вот знаменитую статую Love, да, любовь, с вот этой вот как бы повернутой буквой О. Эта штука сделана из металла, она как бы совершенно культовая. Это ярко-красные буквы, причем очень сложно достигали цвета вот этих букв, цвета синевый. Очень много по всему миру копий всего вот этого. И в принципе, вот я люблю Ниццу, да, я люблю там что-то еще как бы. Это все родом вот отсюда, из вот этих вот четырех букв. Они стали отправной точкой вот этих вот посланий о нашей любви к тем или иным местам. Ну и конечно, конечно, как бы есть совершенно утильтарные какие-то вещи, как, например, вот эта вот бахрома, которая просто висит в городе, на которой катаются дети. Вообще дети как бы самая первая в смысле и достаточно благодарная как бы публика для вот таких вот мест, для городской среды, в которой появляются какие-то вот такие объекты. Хотя, ну, взрослые тоже умеют всем этим наслаждаться, особенно когда их кто-то фотографирует. Но искусство в городской среде зачастую это послание, зачастую послание в лоб, зачастую послание с игрой, каким-то интерактивом. Вот Стив Ламберт в Манхэттене, по-моему, поставил вот вот такой вот объект, который стоял довольно долго. И здесь можно было поучаствовать, потому что вот здесь написано, капитализм работает на тебя. И вот правда или неправда. И люди в реальном времени голосовали, правда или неправда. Ну и как часто это бывает в думающей среде, то есть разница между ответами, вот в результате абсолютно цифра, она была не очень большая, потому что это же, конечно, очень-очень спорно. Идем дальше. Там же в Америке, в Нью-Йорке. Совершенно потрясающая вещь. Называется «Стена лжи Трампа». Это на Манхэттене поставили вот такую вот стену с вот такими вот цветными ярлычками. Это твиты. Это твиты Дональда Трампа, которых он соврал американскому народу, будучи президентом. Очень интересно. То есть люди приходили, читали. Стена была довольно большой. Я не знаю, насколько правда, что это все он сам лично написал. Как бы я не готов утверждать, но по всей видимости он это сделал сам, либо его, либо его аппарат. Я не знаю. Это Нью-Йорк уже. Это Ричард Сера. Это так называемая наклонная дуга в Нью-Йорке, которую он поставил в 1981 году. И надо сказать, что это один из тех художников, который настаивал на том, что паблик арт должен быть совершенно неутилитарным. Здесь это протест против, как он считал, лживой среды площадей, которая в наше время уже не играет. Той ролик, которую площадь играла в прежние времена, а сегодня это уже дань просто архитектурному прошлому и в какой-то степени шлейф традиции. Вот как протест против всего вот этого, он вот такую вот наклонную металлическую стену ставит в Нью-Йорке. И простояла она недолго. Она простояла буквально 7 или 8 лет. За это время были собраны подписи, которые заявляли муниципалитету о том, что люди хотят, чтобы эту штуку убрали. Ну, ее, в конце концов, убрали. Причем убрали и по целях безопасности, потому что, ну, понятно, что за такой хреновиной можно легко спрятаться с любым автоматом. И когда начинаются какие-то всякие террористические угрозы существовать по миру, то, конечно, такие конструкции, они не добавляют спокойствия горожанам, поэтому ее убрали. Но при этом у того же Ричарда Сэра есть совершенно гениальная вещь, которая находится в Нидерландах. Эта вещь называется уровень моря. И вот, когда ты на это смотришь, на эту стену, ты понимаешь, что, какой подвиг совершили голландцы. Потому что вот это вот все, что мы видим, как бы ниже края этой стены, это все была вода. То есть всю землю, которую вы тут видите, нидерландцы у моря отвоевали. То есть, собственно говоря, это памятник их подвигу. Даниэль Бурен в Париже делает вот эти вот два уровня полосатых колонн во дворе полирояля. И полирояль, который был вот таким вот, знаете, младшим братиком Лувра, в котором, как бы, ну, в его парке не было какого-то большого количества людей, потому что все гуляли там, в Тюэлери, или у Вагезов, или, естественно, легкие Парижа, Винсентский и Булонский лес, как бы полирояль стоял себе такой вот, пустовал, пока здесь не были поставлены вот эти колонны. Ну и, конечно, спасибо фотографии, потому что сюда сразу с фотоаппаратами прибежали все. Ну и здесь, конечно, толпы. Для того, чтобы спокойно здесь побродить и на все это посмотреть, сюда надо приходить попозже вечером, когда уже солнце садится вот по закатному, скажем так, освещению вот этой восточной, восточного фасада полирояля. Видно, что солнце уже садится. И здесь довольно темно, и вот зажигаются фонари в галереях, но при этом здесь почти нет людей, и здесь можно именно попрыгать по этим колоннам и спокойно нафотографироваться. И в этом смысле я очень люблю еще и вот эти вот стеклянные ширмы, которые стоят в ар-де-фанс. Вот эта знаменитая арка, которая заканчивается, ось Парижа, в проем, который нужно и Нотр-Дам поставить при желании. И вот там стоят вот такие вот стеклянные из очень толстого стекла ширмы. И, конечно, это тоже очень необычное зрелище, которое издалека напоминает какой-то очень странный стеклянный туман. Когда ты подходишь поближе, то ты понимаешь, что это такое, как это сделано. Это очень-очень необычное место. А это уже Дюссельдорф. Это Дюссельдорф напротив новой таможни, творение Фрэнка Геррис. Уникальное вот это вот как из фойги здание новой таможни. А вот напротив этого здания новой таможни здесь вот такой вот домик. И по этому домику вот такие вот человечки разноцветные, которые, понимаете, какой-то совершенно обычный дом, ничем не выделяющийся, пока на него не повесили этих человечек. Ну и, конечно же, место сразу стало жить другой жизнью. И все туда идут, и не побывать там просто нельзя. И вообще, как бы, для каких-то провинциальных городов, в которых, ну, нету Прада, там нету Нотр-Дама, да, нету, там, я не знаю, золотых ворот. Паблик арт, конечно, это просто спасение. Потому что вот просто Арль, город во Франции, да, где группа художников, которая вот придумала вот такой вот проект отсюда и дальше, вот они поставили вот такой вот объект на этой площади, и, конечно же, он сразу же стал привлекать всеобщее внимание. И тут же, как бы, у Арля появилась еще одна точка, куда все едут, где все пытаются побывать, а значит, приток денег, приток туристов. То есть это всегда, это всегда благо для любого города, для любого места, которое пытается развиваться. И, наконец, мы переходим к моему громадному любимцу. Алафура Лиасон, великий, великий, я считаю, исландский художник, которого вот мы точно смотрели, когда мы с вами говорили о contemporary art. Вот он сделал вот такую вот совершенно потрясающую вещь. То я вам показываю. Лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать. И что сделал Лиасон? Иногда простая демонстрация работает лучше всего. Он объединился с геологом по имени мини-кроссинг и в 2015 году объединился с геологом для того, чтобы импортировать из Гренландии 12 айсбергов. Эти 12 айсбергов он расположил как 12 цифр, циферблата на площади пантеона в Париже. Эта площадь перед вот тем вот самым зданием, которое должно было бы стать собором Святой Женевьевы, но так и не стало, но стала пантеоном. В Париже в это время проходит экологическая конференция, климатическая конференция, извините. И вот она проходит в течение 12 дней. И Лиасон ставит как циферблат часов 12 айсбергов на этой площади. И в течение этих 12 дней эти айсберги тают друг за другом. Понимаете, какая-то гениальная вещь. То есть 12 часов, 12 дней климатическая конференция, посвященная, естественно, таянию льдов. И вот эти вот льды, они реально тают в центре Парижа. Это, конечно, очень красиво. Это просто гениально. С вот этими глыбами Лиасона там как бы все просто, они растаяли, превратились в воду, там стекли. Каналы канализации больше нету. А вот Курт Першке со своим проектом Red Bull, он ездит практически по всему миру. То есть это огромный шар, который он привозит в какой-нибудь совершенно небольшой городочек. И в этом городочке он его надувает и засовывает вот так вот на каких-то узких улицах между близко стоящими домами, получая вот такие вот объекты. То есть это не постоянное как бы нахождение вот этого объекта в каком-то месте, а этот объект мигрирует. Он сегодня в одном месте, завтра в другом, послезавтра в третьем. В этом смысле мне очень нравится то, что сделал Пауло Гранжон, а он сделал вот что. 1600 панд. Это выставка, это экспозиция, которая переезжала из города в город. Панды очаровательные. Они няшные, их все любят, их все хотят. Насколько я знаю, все панды в мире сегодня принадлежат Китаю. Китай сдает их в аренду разным зоопаркам. Венский зоопарк, в который я, к сожалению, не попал. Я очень надеюсь еще это сделать. Которым как потом выяснилось, есть панды. Я не знал, что есть панды. Они находятся в аренде как бы у австрийцев. А здесь вот как бы, пожалуйста, 1600 панд. Наслаждайся. Ходи среди них. Фотографируйся с ними. Общайся с ними. Они, я не могу сказать, что они прям всеразные. Я вот присматривался. Мне кажется, что здесь три или четыре вида. И вот располагая их по-разному, он достигает вот такого вот эффекта, как будто они каждая уникальна. Как будто они всеразные. Ну и, конечно, это очень необычно. И такие вещи, они тут же привлекают людей. И, конечно же, что он делает? Он полностью меняет пространство. То есть обычная площадь города, это могла быть парковка, вообще все что угодно. Она полностью меняет все свои смыслы. Причем и цвет меняется в то же время. То есть добавляется вот эта уникальная черно-белая графика панды. Это очень красиво. А иногда можно добавить цвет. И что сделал Уго Радиндон? Он в Неваде, вот в таком монохромном пейзаже, он поставил вот таких вот, он назвал это семь волшебных гор. Посмотрите, как это красиво. То есть люминесцентные цвета на фоне монохромного, вот такого довольно скучного однообразного пейзажа. И все, пространство меняется полностью. И Дуг Эйткен, тоже американец, он вот что лучше делал. Это зеркальный дом. То есть это дом, который все его фасады, карнизы и так далее. Это все вот такие вот отражающие поверхности. В результате пустыня, она вся отражается в этом доме. Небо отражается в этом доме. Зрелище совершенно необыкновенное. И все приезжают сюда, всем это интересно, все хотят как бы с этим сняться. Я не знаю, кстати говоря, там можно в нем жить или нельзя. Но на мой взгляд, это очень-очень и очень красиво. А Джим Болин, я вам говорил, да, что как паблик-карт тяготеет к гигантоманечке, вот Джим Болин, он построил самую, самую узнаваемую вещь, наверное, в американском кантри-сайде. Ящик для почты. Ну вот такой вот совершенно гигантский ящик для почты, который как смотровая площадка, вот такой вот балкон. Отходом можно обозреть окрестности. И вы понимаете, какая глубокая на самом деле мысль в это все заложена? Получая газету, вы расширяли свой горизонт. Вы, прочитывая материалы, которые там находятся, вы могли мысленно перенестись куда угодно в Японию, в Афранцию, в Аргентину, находясь в американской глубинке, потому что вас с этим всем связывало печатное слово. То есть вы возвышались над реальностью, благодаря информации, да, оказывались как бы выше, как бы над землей, да, выше всех уровней. А здесь это происходит на физическом уровне. По ступенечкам поднялись, оказались наверху и вот сверху на это все посмотрели. Нет, Аргентину с Японии, конечно, не увидели, но, наверное, что творится в ближайшей деревушке, отсюда увидеть можно. Ну и, конечно, я вам говорил о том, что современное искусство само по себе довольно иронично, а паблик арт ироничен тем более. И вот, пожалуйста, социальный бассейн. То есть среди пустыни ни с того ни с сего вдруг перед вами вот такой вот бассейн. Я не знаю, можно ли в нем купаться. То есть, может быть, всех просят этого не делать. Но вот среди пустыни именно бассейн. Мало того, там вот плавают какие-то игрушки, какой-то там надувной круг. И это, безусловно, очаровательно. Ну или вообще, вот вообще, да. Дьявол носит правду. Опять же, пустыня. Среди пустыни бутик. Да, он пустой. То есть, в нем ничего нет. Этот бутик, этот арт-объект. В этой пустыне мода – это то, что вам нужно меньше всего. Поэтому ее в этом бутике и нет. Но это правда. Потому что, ну как бы, правда, это круто. Ну и правда круто еще в том смысле, что правда сейчас складывает средства не только в индустрию моды, но и в современное искусство тоже. И вот мы в прошлый раз говорили о том, что фундация Прада в Милане, музей современного искусства, ну один из самых-самых интересных, на мой взгляд, в самом случае, из того, что я видел. Не могу не сказать, и было бы, наверное, крайне несправедливо умолчать об этом. Не могу не сказать, что среди вот как бы вот такого паблик-арта немало трэша. Этот трэш я вам сейчас немножко покажу. Ну вот в Румынии, например, ворота поцелуев. Может быть неудачное название, а может быть неудачные ворота. Но дело в том, что вот, ну как бы, глядя на вот это вот бетонное сооружение и говоря о теме поцелуев, ну, по-моему, это все как-то очень-очень сильно не вяжется. Здесь просто вот как бы вот такой вот сильно покосившийся, покореженный жестяной чайник. Я искренне пытался найти в этой вещи хоть что-то, что должно во мне пробудить. Лучшее, светлое, какой-то мир идей. Ну, во мне не нашлось. Опять же, показываю вам, потому что, может быть, вы в этом что-то увидите. Здесь вот среди вот таких вот очаровательных, опять-таки, сельских, европейских домиков, вот такой вот старой Европы, такое ощущение, что художник тоскует о бетонных конструкциях, либо о каком-то вот таком вот параллелепипеде Рубика, который бессмысленно собирать, потому что он одинаковый со всех сторон. Ну, вот какая-то вот такая вот штуковина стоит посреди города. Это часы. То есть вот эта вот штука, напоминающая своей формой лондонский огурец в Барселоне, здание, которое я называю Барселона водоканал проект, тоже вот такой формы. А это, вот я не готов вам сказать, где это, как бы не порадо. Я эту вещь живую не видел, к сожалению. Это часы. То есть как они работают, как они показывают время, я не знаю. У меня когда-то были часы очень прикольные, Tokyo Flash контора делала, мне подарили их. Они были очень забавные, были дизайнерские часы, но дело в том, что ответ на вопрос, который час, у меня занимал минут 15, потому что надо было высчитывать, они такие хитрые были. Вот здесь, по всей видимости, какая-то такая же ситуация, но вот такая вот черная штуковина торчит из земли. Здесь как бы без слов. Ну, я не знаю. Я вот не знаю, честно вам скажу. То есть это про людей, про собак, про что это? Не готов. Ну вот, тем не менее, вещь стоит. Причем стоит уже много лет. Я так понимаю, что тоже. А почему опять же стоит? Потому что, ну, вот такая контроверсивная как бы штука, а почему бы не поговорить об этом? А вы видели нашу кореновину, спрашивает там житель этого места. Нет? Нет, идемте, покажу. И как бы вот и вещь работает. А хорошая ли она, плохая или уже то, как бы делай десятая. Это в Румынии. И это, по всей видимости, как-то связано с темой тренажерного зала. Но вот почему именно вот так, я не знаю. И сказать, что это как-то повлияло на среду благотворно, опять-таки, тоже не сказал бы. Хотя вот, например, вот такая штуковина, да, вот такие вот бетонные кукурузины, вот так вот поставленные на лужайке. Ну, есть в этом какое-то такое очаровательное безумие? Ну, по-моему, есть все-таки. То есть я, видите, как бы показываю это вам среди трэша, как мне кажется. А вот сейчас на это все смотрю и думаю, ну, почему бы нет? Во всяком случае, как бы, есть что-то психоделическое в этом трэше. То есть, ну, как бы, может быть. А вот в Македонии вот это вот рыбка. Это рыбка на самом деле. То есть я долго, честно говоря, когда рассматривал этот кадр, я долго пытался понять, где тут рыбка, потому что мне тут и птичка виделась. Ну, все что угодно. Какая-то двуголовая утка. А потом я понял, ага, тельце рыбки, вот оно слева темное, оно опирается на голубой плавник, а вот это сзади вот развивается как бы голубой хвостик. Ну, вот такая вот рыбка. Рыбонька такая. Ну и, конечно же, ну и, конечно же, я не мог, я не мог не показать вам вот это. Да, это наш с вами дорогой родной Харьков. Это обезьянки перед зоопарком. Причем, вот знаете, вот будь они в зоопарке, наверное, как бы к ним бы было какое-то немножко другое отношение. А так как они стоят перед зоопарком, то как бы, ну и коннотация, и смыслы абсолютно другие. О ком нам пытается рассказать автор? Что он имеет в виду, показывая нам этих одомашненных приматов, которые играют под чью-то дудку, поют чьи-то песни, чаще всего не свои. И все это в целом, ну как бы, очень далеко от какой-то эстетики. Причем, что самое интересное, как бы, вот когда спрашиваешь там у разных людей, ну как тебе? Говорят, ой, знаете что, нормально, детям нравится. Вот мне очень нравится этот аргумент, детям нравится. Как правило, это говорят папы, которые устают от своих спиногрызов, которые все время что-то требуют, то мороженое, то еще что-нибудь. А тут вот отвлекся на обезьяну, и папа спокойно выдохнул, посмотрел хоть по сторонам, чуть-чуть, пока он на все это смотрит. Будет ли с этим фонтаном эффект Эйфелевой башни, когда, знаете, примелькается, смиряться? Надеюсь, нет. Но, опять же, гомо пропорни дэлсгис, понятно, как говорится. Ну и возвращаясь к теме пап и ребенков, хочу вам показать вот такую вот вещь. То есть, ну, по всей видимости, художник это задумывал как некий интерактив между взрослыми детьми. Но в результате, как бы, эта статуя, она больше похожа на то, что в этого мужчину этих младенцев швыряют, швыряют, а он, как бы, пытается их от себя отбросить. То есть, какой-то вот такой вот, какая-то эквилибристика и какой-то вот гандбол с футболом, где в качестве мяча вот эти вот дети. Ну, тоже такая вот вещь. Такая, скажем так. Ну и, наконец, показываю вам то, что во Франции получила премию «Золотой бородавки». У них есть такая премия. Вот, посреди города, как бы, ну, вот, понимаете, почему «Золотая бородавка»? Потому что как бородавка посреди тела, как «Здрасте». Вот посреди города, как «Здрасте». Вот эти вот лестницы с перилами. То есть, о чем это кино? Что это такое? Ну, как бы, история умалчивает. Но, тем не менее, вещь пока еще стоит и получила даже премию «Золотой бородавки». Но все-таки, конечно же, конечно же, хочется, чтобы паблик-арт был с каким-то смыслом. И в этом смысле, извините за тавтологию, Юди Сьюн, такой корейский художник, вот он сделал вот такую вот совершенно потрясающую штуку. Он взял кусок проезжей части и закрасил в белый цвет, как бы имитируя белый лист. На этом белом листе он нарисовал дерево. Это дерево нарисовал с голыми ветвями. То есть, ни одного листочка, только веточки и только ствол. Вот такое вот голое дерево, которое погибает, естественно, в городской среде от того, что вокруг огромное количество всяких выхлопов, автомобилей и всего того, без чего нам очень трудно обойтись в нашей жизни. При этом, при этом, в том месте, где есть пешеходный переход, и там есть пешеходный переход, он положил с одной и с другой стороны. Вот такие вот панели с зеленой краской, на которые, когда ты заходишь, у тебя зеленую краску окрашиваются подошвы твоей обуви. И когда ты переходишь через пешеходный переход, то, естественно, эти следы остаются на вот этом вот белом листе и частично на этом дереве. И в какой-то момент на дереве образуется зеленая крона. И художник нам хочет сказать о том, что человек может нести как разрушительную силу, так и созидательную. То есть, да, достаточно простое послание, но сделано, согласитесь, это очень красиво. В заключении нашей сегодняшней встречи я хочу вам показать то, что на меня производило неизладимое впечатление всегда. И нравилось всегда. И вообще среди художников, которые работали в жанре паблик-арт и наполинейре, если так можно сказать, да, вот Христо Явашев и его жена Жан-Клод – мои безусловные любимцы. Потому что они творили вот такие вот вещи. То есть, да, все это очень громадное. Но в Китае стоит огромная, тяжелая китайская стена, которая стоит там уже несколько тысячелетий, которая как бы тянется десятки, а то и сотни километров. А вот Христо и Жан-Клод, они сделали такую вот вещь, бегущий забор, они это назвали, когда воздух, ткань, вот эти вот шесты, и все это, все это очень-очень длинное. И, конечно же, это очень красиво. И фотографий этого бегущего забора огромное количество. И движение ветра по этой ткани – это совершенно невероятное зрелище. И это найдет еще отражение в их творчестве, потому что вообще Христо очень нравилось чего-нибудь заворачивать. Вот, например, он завернул деревья в 1997 году. И согласитесь, это очень красиво. А при определенном освещении и при совершенно конкретном времени года, потому что вы видите, что это либо весна, либо осень, не готов сейчас утверждать, то есть листвы еще нет. Есть деревья, как некая вот такая вот конструкция, которая затянута тканью, совершенно невероятное зрелище, необыкновенное. Ну, казалось бы, как можно обернуть дерево? Ну, это сколько надо сил, времени, людей. И это, кстати, важный момент. И мы переходим к еще одной оберточке, которую они сделали. Если вы сейчас не сидите, лучше сядьте. Потому что они завернули Поннёв в Париже. Ну, как бы ирония судьбы состоит в том, что Поннёв, да, это новый мост. При этом, как бы, это новый мост. Сегодня в Париже это самый старый мост вообще в Париже. Из сохранившихся, потому что это 16 век. Так вот, они завернули в ткань Поннёв. И смотрите, вообще, как бы Христо и Жан-Клод, они показательны для всего паблик-арта в том смысле, что, да, вокруг, как бы, этих арт-объектов возникает инфраструктура. Но и само создание этих арт-объектов, оно создает рабочие места и движение капиталов. Потому что, ну, представьте, что такое завернуть один из самых важных мостов Парижа, соединяющий северно-южные берега Сены. Сколько согласований, сколько клерков, сколько адвокатов. А найти деньги, а найти людей, которые всё это сделают. Потому что, ну, Христо как бы и Жан-Клод, они сами никогда бы в жизни не завернули. То есть на всё это работает целая фирма, которая занимается всем этим. То есть они ещё к тому же дали работу, дали заработок, дали средств к существованию огромному количеству людей. Ну и, конечно же, новым мостом они не ограничились. И вот вам завёрнутый рейхстаг. Он эти вещи как бы делал в мире постоянно, надо отдать ему должное. Он не торопился. Он объявил, например, если не ошибаюсь, в 70-х годах прошлого века, он объявил о том, что он хочет завернуть арку Шальгрена в Париже. Вот триумфальную арку на площади Шарля-де-Голля. Вот всю её завернуть. И завернули её только вот в помощи. Ну ему в 20-м году или в 21-м году, совсем недавно. А в 20-м Христа умер. То есть заворачивали уже без него. Но всё это время, почти полвека, шла подготовка. То есть это документы, это деньги. То есть нужно было всё это организовать. То есть полвека ушло на организацию. И да, его команда это сделала. Вот она, триумфальная арка в самом центре Парижа. Ну и как вишенка на торте. Показываю вам Централ Парк в Нью-Йорке. И хочу рассказать, что октябрь-ноябрь – это два месяца, когда трафик туристов вообще в Нью-Йорке исчезает. То есть людей нет, они прячутся по домам, в Нью-Йорк не едут, потому что в Нью-Йорке мерзкая погода, страшный сильный ветер, сыро, холодно, всё время дожди, слякоть. В общем, ну, что самое важное, очень сильный ветер. То есть ветер, который просто сдувает, всё сносит. То есть туристы исчезают, пустеют бары, рестораны, дискотеки, клубы, галереи и так далее. То есть жизнь замирает на два месяца. Именно в это время, в эти месяцы, Христо Яваш и Жан-Клод, они в Нью-Йорке, в Центром Парке, они делают вот такую вот вещь. Они ставят вот такие вот ворота с оранжевой тканью. Да, безусловно, безусловно, как бы я в этом прости, не сомневаюсь, что референсом стал храм Фусими и Нари в Киото. Вот эти вот знаменитые ворота, они примерно такого же цвета. И вот наставив вот таких вот конструкций в Централ Парке и повесив вот такие вот шторы на эти ворота, да, как бы Христо поймал ветер. Когда по парку все это развивалось, то реально физически можно было видеть движение этого ветра, тело ветра, как бы нужно было видеть. И за эти два месяца в город приехало примерно столько же туристов, сколько за весь год. Инфраструктура, которая существует вокруг, бары, рестораны, опять же галереи, да, там какие-то винотеки, они заплатили налогов только 2 миллиарда долларов за вот эти два месяца, которые существовала эта выставка. Естественно, для того, чтобы все это сделать, было привлечено огромное количество людей, которые участвовали в создании этого совершенно грандиозного проекта. Вот чем может быть на самом деле паблик арт. А в завершении я хочу вам показать вот эти совершенно волшебные щетки. Я их не планировал показывать, но когда я их увидел, я понял, что я от этого отказаться не могу. Потому что это своего рода какое-то прям чистилище. То есть вот между двух стен в достаточно узком проходе поставили вот такие. Это по всей видимости какие-то очень мягкие полимеры, которые, наверное, даже на доты, они очень приятные. И как бы тебе даже хочется, чтобы они тебя касались. И ты идешь между этими щетками и как бы очищаешься. И твоя жизнь становится лучше. Мне кажется, что вот таких вот объектов очень не хватает в современных городах. Вот. И как бы я считаю, что гештальт я закрыл. И я вам рассказал о том, о чем хотел рассказать. Ну и надеюсь, что тему современного искусства мы все равно будем продолжать. Я вам всем желаю тихого вечера и спокойной ночи. Для нас, для всех сегодня это очень актуально. Огромное всем спасибо. Держитесь. Все еще будет. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok